Какая девочка в детстве не мечтала стать зелушкой? Примерить хрустальную туфельку, прокатиться в карете, потанцевать с принцем. Сейчас принцессой может стать каждая. Достаточно просто попасть на бал. Услышав слово «бал», многим из нас сразу представляется такая картина. Огромный зал с большими хрустальными люстрами, начищным до блеска паркетом, в котором присутствует немыслимое количество нарядно одетых кавалеров во фраках и дамах в пышных платьях, вальсирующих под звуки оркестра. Именно так и выглядели балы на рубеже 18-19 веков. Сейчас все несколько скромнее, но неизменным остается главный танец бала – вальс. Мне очень нравится, и мне очень понравилось то, как мы открывали бал, то есть мы были в самом начале. Ну, тут такая новогодняя атмосфера. Формат бала позволяет увидеть наших студентов и наших дорогих гостей, пожалуй, в самом красивом виде, в котором их только можно представить. В бальных платьях, во фраках, в костюмах. Ну и, кроме того, бал позволяет почувствовать ту нотку праздника, которой нам всем так не хватает. Красивые длинные платья, изящные прически, классические костюмы – здесь все в лучших традициях настоящего бала. Целую неделю студенты учили малый и большой квадрат вальса, освоили и танго, и даже кадриль. Танец мы учили буквально неделю. Танец очень легкий и дался очень легко. Вальс до этого я танцевал, занимался какое-то время бальными танцами. Ощущения какие-то необычные, описать не могу, но чувствую себя принцем, как будто на балу с принцессой. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.